Ты с Украины? Нет, я в России родилась. Я живу в Канаде, но я родилась в России. На Южном Урале. Как тебя звать? Лена. У меня вопросы есть. Вы за кого будете голосовать? Есть сильный секрет. Подожди. Что-то мне очень сильно фанило. Лена тебя звать? Да. За кого будете голосовать? Ну ты... Это же секрет, ты сама понимаешь. Ну да. Конечно, это секрет, вы можете не говорить, но... Обычно, когда люди хотят голосовать за Путина, представьте, они не боятся. А вот когда они хотят голосовать не за Путина, то они почему-то боятся. Это уже ненормально. Когда человек хочет голосовать за Путина, он боится... Он как бы не хочет об этом говорить. Это уже нездоровая ситуация. Вот. Лен. Что? Да, конечно, за Путина. О чем ты говоришь? А почему? Ну, я не вижу никого. Никакой замены. А вы не думали, что вы не видите замены? Потому что Путин не позволяет никакой замене быть. Он уже на дальних подступах всех обрубает. Любых кандидатов. И вы представляете, что будет... То есть, риторика у людей такая. Типа, вот если не будет Путина, то... Если не будет Путина, то России там конец будет вторые 90-е. Но по этой логике Путину уже 70 лет. Значит, лет через 10 России будет развал. Потому что если без Путина нет России... Так, ты родилась в России. Ты родилась в России. Ну? А ты что сейчас гонишь? Я ничего не понял. Я логически говорю. То есть, если по логике этих людей... Если без Путина там вторые 90-е... Зачем она тебе нужна? Какая логика? Зачем она тебе нужна? Логика какая-то? Ты что, журналист или что? Действительно, зачем нужна логика вообще? Лен, ты что? Какая логика? Зачем нужна логика? Если без Путина России не будет... Ты где сейчас находишься? Значит, через 10 лет России не будет. Потому что Путин не вечный. Ленусик. Ты где сейчас находишься? Да потому что меня заболевала уже, что люди, блин... И все время... Ой, если ты не за Путина, то ты, значит, не за Россию. Так, хорошо. А ты за кого? Кандидата... Моего кандидата убили зверски. За которого я бы проголосовала. А второго даже не допустили. Между которыми я бы решила... Его вообще объявили преступником. Если бы была нормальная ситуация, то... Я бы там... Был бы Каз, был бы Навальный сейчас. Они бы как бы свои программы там предоставляли. Было бы очень интересно. А сейчас... Надеждин, Надеждин, Дунцова. Вот между этими было бы интересно решать какие программы. А сейчас... Вообще остался Путин и всякие фриги, чтобы ему особой конкуренции не составляли. Там Дованков. Ну, типа, самый более-менее. Из худшего самый лучший. Путин, Дованков, Слуцкий еще какой-то. И все. То есть, всех... За Надеждина были там огромные очереди. Люди стояли, чтобы поставить подпись. Его не допустили. За эту Дунцову тоже. Путин... Вот представьте, что Путин... Говорят, ой, нужен преемник там, ну, после него... Да он никого на пушечный выстрел к себе не подпускает даже близко. Поэтому никакой альтернативы у России нет. Поэтому, когда с ним что-то случится или он, естественно, смертью умрет, то Россия вообще... Получается, будет полный хаос. Будет полный государственный переворот и гражданская война. Потому что никого... Никакого логического преемника на его... Или пары там преемников реально на его должность нет. Вот в демократических странах там все время меняются партии. И там все время понятно, ну, если не этот, так вот этот или вот этот. А в России Путин... Я не люблю политику. И все, если его не будет Путина, все, не будет, значит... Я не люблю политику. Ты куда поперла? Ты куда меня везешь? А вам не хочется об этом думать, да? Вы в России живете? Да вообще. Да. А как вы можете... У вас выборы через... Выборы уже с 15 по 17, что, кстати, ненормально. С 15... Два дня выбора. И вообще еще ненормально, что Путин шесть лет. У тебя есть муж вообще? Ой, конечно, нужно трахаться и ни о чем не думать. Трахаться, рожать. Особенно рожать в такой ситуации в России. Это прям вообще... Это отличное решение. Ну, я понял. У тебя никогда его не будет, походу, блядь. А, да. Так разговаривать никому, блядь, слову сказать не даешь. Но это пиздец. Ну, конечно. Извини, конечно. Ты красивая девчонка. Ты красивая девчонка. Вообще. Вообще супер. Очень красивая, симпатичная. Ой. Она что-то говорит, что... Ну, ты... Ну, ты... Если женщина что-то умное говорит, то значит, он уже не будет. Нужно же тупиться и быть, что ты муж. Понимаешь? Да. Понимаешь? Можно же какие-то другие темы найти, блядь. А, ну, конечно, какие-то другие темы. Война, мобилизация. А, ну, давайте о чем-нибудь другом поговорим. Я-то могу по-другому поговорить, блин. Мне все равно. Ну, и то даже мне как-то... Я пойду на выборы. Даже мне вот в преддверии выборов как-то хочется об этом поговорить. А людям в России? Му-му-му, блин. Ни хера. Вообще. Какая может... Такая гражданская пассивность. Я вообще не понимаю. Вот как так можно? Как можно быть настолько гражданскими пассивными людьми?